Истребитель Ту-22 был сбит ракетой «Земля-воздух», установили эксперты. Предположительно, С-200, а из партнёров Грузии такие стоят на вооружении украинской ПВО. Сколько таких комплексов могло попасть в Тбилиси, неизвестно. Информацию о поставках оружия Киев засекретил, а от комментариев по его использованию в боях в Цхенвале сегодня всячески уходил. Военно-техническое сотрудничество с Грузией является целиком легитимным и соответствует нашим дружественным отношениям и нормам международного права. По данным же российского Минобороны, в военном смысле Киев и Тбилиси дружат аж с 2005 года. И дружат плотно. Украина успела поставить в Грузию 31 современный танк Т-72, 20 БТРов, 40 БМП, также самоходные гаубицы, самолёты, вертолёты. Кроме того, есть сведения, что Грузия использует против российских миротворцев зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Тор», которые тоже приходили с Украины. Они могут одновременно нести огонь сразу по двум целям и опознавать 48. Аналогов до сих пор в мире нет. Постпродажное обслуживание такой сложной техники обязано проходить с участием поставщика, в данном случае украинских специалистов. Поэтому сегодняшние заявления Киева о том, что в Грузии нет украинских военных, выглядят весьма сомнительно. Да и наши раненые в Цхинвале миротворцы подтверждают, некоторыми грузинскими танками, которые обстреливали колонны, управляли украинцы. То, что украинцы у них были водителями, значит, в танках, это точно. По документам некоторые точно были на станции. Но имеется в виду из Украины. Да и вообще официальная позиция Киева сегодня получилась расплывчатой. Ее доверили донести до прессы молодому заместителю главы украинского МИДа. Отвечая на вопросы, он часто терялся, импровизировал. Так что стало понятно, никакой четкой позиции у украинского руководства просто нет. С одной стороны, как партнеры по организации ГУАМ, они должны сочувствовать Грузии. Но с другой, никаких военных обязательств не несут. Они отправляют самолет с гуманитарной помощью, но отправляют его в Тбилиси, откуда в Цхинвале в ближайшее время он уж точно не попадет. Что же касается заявлений не пустить обратно в Севастополь российские корабли, которые сейчас находятся у зоны конфликта, то сегодня они звучали уже больше как рассуждение. А получится ли? Когда российский сударь решат вернуться, мы будем вести с российской стороной диалог. Как это будет происходить, на каких условиях? По мнению российского генштаба, о таких запретах тут и речи идти не должно. А что касается возврата, это технически невозможно. Это наши пирсы, это наша база. Мы вернемся туда, на восполнение заправки и так далее. Тем временем украинские коммунисты усмотрели в угрозах российскому флоту волосатую руку США и НАТО и устроили в Крыму митинг протеста, где призвали украинских политиков убедиться Акашвили прекратить войну, а не поставлять оружие, которым убивают и военных, и просто мирных жителей. Евгений Рожков, Кирилл Вышинский, Александр Терпугова и Алексей Топчин. Вести. И вот какую информацию сегодня обнародовали уже израильские журналисты. По сведениям газеты «Маариф», США экстренно организовали авиамост, через который уже из Иордании в Грузию перебрасывается оружие и боеприпасы, предназначавшиеся, кстати, для американского контингента в Ираке. Грузинская армия до сих пор не использовала в конфликте многие новейшие виды вооружения, предпочитая сделать сюрприз российским военным, пишет газета «Маариф». Несмотря на то, что Белый дом заявил, что не собирается оказывать Грузии военную помощь, совершенно очевидно, что Тбилиси активно вооружается. А стало быть, заявления Михаила Саакашвили о готовности прекратить войну могут выглядеть так же, как и на прошлой неделе гарантии безопасности для Южной Осетии, после которых как раз-таки сразу же и началась агрессия. Российский миротворческий контингент в Южной Осетии не выходит за границы республики и выполняет строго ограниченные задачи. Об этом сегодня заявил замначальника Генштаба Анатолий Наговицын. Генерал сообщил, что в настоящее время военнослужащие начали разоружать окруженные грузинские подразделения, а российские солдаты также оказывают помощь в тушении пожаров, охвативших цхинвал, и проводят эвакуацию раненых. Наговицын отдельно прокомментировал и факт переброски грузинского контингента из Ирака на самолетах ВВС США. Вчера из Ирака была возвращена первая пехотная...